Во вторник Россия пригрозила выйти из зерновой сделки с Украиной, если не будут выполнены ее требования. По ней миллионам тонн украинского зерна разрешалось вывозиться через заблокированные российскими войсками порты Черного моря. Если сделку отменят, то это будет еще одним ударом по украинским фермерам. Вот репортаж Наташи Батлер из Западной Украины. На Западной Украине весна. Через два месяца начнется уборка этого зерна, но местные фермеры переживают, что не смогут его продать, так как конфликт серьезно усложнил экспорт. Семья Алины владеет этой фермой десятки лет. Она говорит, что российская блокада портов Черного моря, а также новые ограничения на импорт некоторых стран Евросоюза препятствуют торговле. Мы не можем вывозить морем со времен блокады портов, так что мы начали через нашу западную границу экспорт в Польшу и Венгрию. Но теперь они запретили нам это, так что нашим дальнобойщикам приходится везти аж через Италию. Польша, Венгрия и еще три страны недавно запретили импорт украинского зерна во избежание переизбытка, хотя зерно и можно перевозить транзитом. Что заставило эту ферму искать новых клиентов в других местах? Но логистика, влияющая на цену и сложности с перевозкой, означает, что зерно на миллионы долларов может пропасть. Обычно в это время года уже все зерно с этой фермы было бы продано, но из-за военных действий и сопутствующих ему проблем половина урожая прошлого года все еще находится здесь, в элеваторах, в этих огромных пластиковых мешках. В паре километров от границы с Польшей эта железнодорожная фирма пытается продолжать перевозки. Вот у нас европейские вагоны, уже заполненные украинским зерном и готовые к доставке на польский порт в Гданске. Менеджер говорит, что военные действия все изменили. До вторжения они не перевозили зерно, а теперь это 50% их бизнеса. У нас была масса запросов с просьбой помочь украинским фермерам с их экспортом зерна в Европу. И с этого момента мы начали строить новый зерновой терминал. Экспорт из Украины, страны крупнейшего производителя зерна, является существенным для экономики этой страны и кормит людей во всем мире. Валерий говорит, что перевозка в нынешнее время помогает не только поддерживать конфликт, но и создает новые связи с Евросоюзом, к которому однажды присоединится и Киев. Наташа Батлер, Аль-Джазира, Софиевка, Западная Украина Власти Украины задержали главу Верховного Суда по делу о коррупции. Депутат из Украины сказал, что Всеволод Князев был задержан за взятку в 3 миллиона долларов. Антикоррупционная служба говорит о вскрытии широкомасштабных злоупотреблений в суде. Были показаны фото с наличными, показывающими коррупцию в высших эшелонах власти. Южноафриканский президент заявил, что 6 африканских стран в кратчайшие сроки отправят миссию мира в Россию и Украину. Они встретятся с президентами Владимиром Путином и Владимиром Зеленским для обсуждения осуществимого плана по завершению конфликта. Николас Ход с репортажем из Дакара. Мирная инициатива от 6 африканских стран по переговорам об окончании военных действий на Украине. Заявление было сделано южноафриканским президентом Сирилом Ромофосой. Оба лидера, с которыми у меня была возможность поговорить, президент Путин и президент Зеленский, согласились принять у себя миссию африканских глав государств, как в Москве, так и в Киеве. Несмотря на давление западных стран, большинство африканских государств воздержалось при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН об осуждении российского вторжения на Украину. Тем временем, с начала конфликта Россия наладила близкие экономические и военные связи со странами Африки. Я считаю, что Украина должна предпринять шаги по встрече с африканскими странами. Многие годы отношения у нас не складывались, мы не обращали внимания. Я считаю это большой ошибкой. Украина – один из крупнейших экспортеров пшеницы в Африку, а Россия – один из крупнейших экспортеров удобрений на континент. Со времени начала конфликта в Африке подскочили цены на еду, увеличивая недовольство по всему континенту. ООН предупреждает, что 220 миллионов людей могут начать голодать, так как для большинства хлеб станет просто недоступным. Этот конфликт очень сильно бьет по африканским странам, так как их устойчивость не так велика, как у других стран мира. Так что я думаю, что если мы учтем эти факторы, то сможем понять, почему африканские страны так хотят участвовать в политическом процессе. Но многие сомневаются в успешности африканской мирной инициативы там, где у других ничего не получилось. Главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и Южной Африки хотят встретиться с двумя лидерами как можно скорее. На кону не только мир в Европе, но и спасение жизни множества африканцев. Николас Хок, Аль Джазира, Дакар.